Детское радио представляет Как Марковкин в историю влип Марковкин, ты почему на репетиции драм-кружка не приходишь? Дмитрий Николаевич я тебе спрашивал Ты же сам роль спектакля просил Ну и что? Дела у меня, ясно? Срочные Какая там роль, когда на сцене все время коленки трясутся? Может, ты просто стесняешься? Дмитрий Николаевич говорил, что это бывает и у настоящих артистов Даже таких, как великая актриса Фаина Георгиевна Раневская Ничего я не стесняюсь Сказал, срочные дела Ты на репетицию, кажется, спешишь Вот и иди себе Ну и пойду Раневская, значит Посмотрим Старинные часы, время назад Какая маленькая комнатка Неужели она принадлежит великой актрисе? Здесь ведь даже кровать не поставишь Только ей помещается, что столик с зеркалом И... А-а-а! Я понял! Это, наверное, гримерная в театре Значит, актриса придет сюда во время антракта Так, пионер Как ты сюда попал? Я... Извините Я просто хотел... За автографом пришел Ха-ха-ха-ха Шелунишка Ладно Вот фотография Кого подписывать? А? Да зовут-то тебя как? Рома Марковкин Ой, это вы на фотографии, да? Да Правда Такой я была Несколько лет тому назад Ничего не поделаешь Стареть скучно, милый мой Это единственный способ жить долго Хм... А вы всегда так необычно разговариваете? Честно Меня считают чем-то вроде ходячего мешка с шутками Даже приписывают мне фразы Которые на самом деле Принадлежат Марку Твену Или Бернаду Шоу Даже античным акторам Таким, как Изоп или Аристотель Это, конечно, лестно Я бы... Я бы хотел выразить им Свою благодарность, друзья мои Спасибо Ха-ха-ха Вам, наверное, очень весело живется Ой, мальчик мой Вот погоди Подрастешь и узнаешь Что смех порой защищает И от грусти И от тоски И от усталости Отчего же вы устаете? Ведь у вас такая интересная И увлекательная работа И всем нравится, как вы играете Видишь ли, шалунишка Морковкин Я работаю трудно Знаешь ли ты, что такое страх перед сценой? Эх, я-то знаю Но неужели вы, великая актриса Тоже сомневаетесь в себе Конечно, это ведь Это ведь моя жизнь К тому же Играть на сцене И правда трудно Мне пришлось много работать над собой Я ведь, Рома, в детстве Заикалась и была Очень неуклюжей Так почему же при этом Вы все равно решили стать актрисой? Давным-давно Еще в девятьсот тринадцатом, кажется, году Я была юной гимназисткой Фаина Фельдман И довелось мне тогда увидеть спектакль Вишневый сад Московского художественного театра Где играли звезды тех лет Я влюбилась Да, мальчик, я влюбилась в этот театр В сцену И деваться было уже некуда Не я выбирал эту профессию Она захватила меня Я взяла себе фамилию героини Вишневого сада Раневской Сдала экстерном экзамен На курс гимназии И стала заниматься Училась свободно двигаться на сцене Говорить, растягивая слова Чтобы скрыть заикание И сразу все получилось? Шучишь, как бы не так Сразу, милый мой Помню один из своих первых спектаклей Действия пьесы происходят в горах Кавказа Я в роли юной красавицы Говорю противно нежным голоском Шаг мой легче пуха Я умею скользить, как змея После этих слов мне удалось Свалить декорацию, изображающую гору И больно, ай, больно ушибить партнера Придя домой, я дала себе слово Уйти со сцены И все же вы стали знаменитой артисткой Да Слава пришла в девятьсот тридцать девятом году После роли в комедии «Подкидыш» У меня там сыграла весьма самоуверенную Неприятную особу Я видел этот фильм Вы там все время говорите Муля, не нервируй меня Ай, ай, шалунишка Не смей дразнить меня мулей А то поссоримся Ой, милый мой А ведь скоро мой выход на вторую макть И мне пора Спасибо вам Старинные часы Время Вперед Свечкина, подожди Не сердись Я с тобой на репетицию А как же твои срочные дела? Куда ждут? Попробую работать над собой Как Марковкин в историю влип Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok